Ребята, всем привет! Всех приветствую на канале. В сегодняшнем видео мне хотелось бы поговорить с вами о декрете, так как вот уже через несколько недель я буду выходить в декрет. Возможно, это видео было бы интересно тем, кто также проживает в Италии и хотела бы узнать побольше информации и о законах, либо те, кто проживает в русскоязычных странах, посмотреть, какие же отличия есть в декретном отпуске и выплатах в наших русскоязычных странах и в странах Европы. Желаю вам приятного просмотра! Декретный декрет Работают по срочному контракту, но в ходе, в общем, мы посмотрим, как это функционирует, да, для разных категорий мам. Во-первых, самое главное, наверное, отличие это длительность декретного отпуска. Я не знаю, как точно работает сейчас в России законодательство по поводу декрета, но слышу, что место сохраняется, да, на протяжении трех лет, мне кажется, декретного отпуска. В то время как в Италии обязательный декрет, так называемый обязательный декрет, это пять месяцев, который можно продлить на факультативный декрет до исполнения одного года ребенку. Как можно уйти в этот декрет? Существует несколько вариантов, как мама, которая работает, может уйти в декрет. Первый вариант, если она уходит за два месяца до родов, то есть за 60 дней до предполагаемой даты родов, и затем три месяца после родов. То есть, да, вот в сумме получается пять месяцев обязательного декрета. Во втором случае можно уйти за один месяц до предполагаемой даты родов, и затем остаться плюс четыре месяца после рождения ребенка. Сейчас же еще такой появился третий вариант, но вот из-за коронавируса его, кстати, не разрешают делать, поэтому мне уже сказали, что такой вариант не может быть прямо сейчас сделан, но в принципе такое возможно. То есть, мама может работать вплоть практически до родов, и затем уйти на пять месяцев после родов. Нужно упомянуть, что последние два варианта, это должно быть желание самой мамы, которая работает, подтвержденное письменным сертификатом от акушер-гинеколога, который следит за вашей беременностью. Если, да, что-то идет не так, то, естественно, второй и третий варианты вам не смогут назначить, либо, допустим, не знаю, как проходит, если беременность под определенным риском, то, мне кажется, можно даже запросить дополнительный декрет, то есть дополнительные месяцы перед предполагаемой даты родов. Ну, так скажем, первые два варианта, они пользуются, мне кажется, наибольшей популярностью. В моем случае мне разрешили уйти, как бы, в декрет один месяц до, плюс четыре месяца после родов. Хочу еще дотронуться также, какие же выплаты предназначены в течение этих пяти месяцев. В течение этих пяти месяцев декрета вы получаете 80% от вашей стандартной заработной платы, но затем, как бы, ситуация меняется. Кстати, да, другие 20% может добавить по своему желанию, если я не ошибаюсь, ваша фирма. После этого, прошли пять месяцев, вы можете либо собрать все ваши дни отпуска и поставить их, да, следом за обязательный, за обязательный матернита, извините, мне выходит только итальянское слово, за обязательным декретом. А также можно дополнительно взять, да, вот, факультативный матернита, факультативный декрет до исполнения одного года ребенку. Какие же суммы выплаты предназначены за эти месяцы? То есть, получается, в пять месяцев матернита-облигаттория, то есть, обязательного декрета, мама получает 80% своей зарплаты на это, и в последующие месяцы, то есть, да, допустим, грубо говоря, если вы вышли за два месяца до плюс три месяца после, то есть, после истечения матернита-облигаттория, можно получать 30% от вашей зарплаты, то есть, получается, сумма довольно-таки, ну, небольшая. Как же в Италии обстоит дело с папами? Итак, папы имеют право, по-моему, с этого года на 7 дней обязательных декрета, я не знаю, что касается декрета, но в итальянском есть такое слово, матернита, они могут запросить 7 рабочих дней от предполагаемой даты родов, либо по договоренности со своим работодателем, так скажем. Итак, давайте поговорим сейчас с вами о том, какие же выплаты может получить мама в Италии по рождению ребенка. Один из новых, так скажем, законов, который был принят, мне кажется, в 2019 году, но распространяется также на 2020 год, посмотрим, если это будет также предыдущий год в 2021 году, это премиум у насчита в 800 евро. Так скажем, что этот бонус, можно подать на него заявку с момента, когда вы вошли в 8 месяц беременности и до исполнения одного года ребенку. Если в этот промежуток времени заявка не будет подана, то, как бы, ничего нельзя сделать потом. Итак, на этот бонус могут подать, естественно, граждане Италии, граждане Европейского Союза, проживающие в Италии, а также неграждане Европейского Союза, которых есть карта Десаджорна или Примесса Десаджорна о лунгу периода, то есть, которые имеют ВНЖ на длительное проживание. Этот бонус не зависит от вашего показателя ИЗ, от благосостояния семьи. Давайте вернемся немного назад. Да, ИЗ это, так скажем, такой показатель, который берет в расчет вашу заработную плату, не только вашу, но всех компонентов семьи, ваши движимые и недвижимые имущества, а также, если у вас есть, да, там, ипотеки, кредиты, разные счета в банках и так далее и тому подобное, да, и вычисляется, так скажем, такая сумма, и рассчитывается он специальными центрами фискальной поддержки. То есть, если даже, допустим, вы являетесь, либо члены вашей семьи являются довольно-таки благосостоятельными людьми, ваш ИЗ никак не повлияет, и его даже не нужно делать для этого бонуса. Кстати, хочу записать также видео, как я буду делать этот бонус. Я его делала онлайн на сайте Инпса, поэтому, да, я думаю, что через несколько дней выйдет такое видео. Итак, как мы сказали, это 800 евро, которые выплачиваются единовременно, также существует лимит, когда это выплачивается, то есть, допустим, если вы подаете зарядку на 8-м месяце беременности, то сроки исполнения где-то до 60 дней, если уже по, так скажем, факту рождения ребенка, то сокращается, по-моему, там до 30-45 дней. В любом случае это можно все проконтролировать, также с сайта Инпса, зайти в свой личный кабинет и посмотреть, когда вам назначена выплата. Итак, вот еще один новый бонус, который для меня на самом деле стал немного чем-то новым, потому что я никогда такого не слышала, это Asceni di Maternita от государства. Та же самая категория граждан может подаваться, граждане Италии, граждане Европейского Союза, проживающие в Италии и граждане, так скажем, не Европейского Союза, но проживающие в Италии с ВНЖ по длительному сроку пребывания. Если женщина работала или сейчас в настоящее время работает по любому типу контракта, либо если она не работает в настоящий момент, в момент подачи заявки, на это, по-моему, нужно уже, чтобы, так скажем, ребенок имел кодичь в фискале, то есть он уже родился, ему уже дали место жительства, прописку, и ему уже назначили фискальный код. Итак, могут подавать заявки Дональда Лортрича. Женщины, которые работают, которые работали в последние 18 месяцев и хотя бы 3 месяца они сделали, платили налоги, то есть, да, делали контрибуты. И, я не знаю, нам дали такую информацию, что на протяжении 6-5 месяцев, на протяжении 5 месяцев, в зависимости от вашего ИЗ, мне кажется, можно получать 350 евро в месяц. Вот по поводу этого осенья, да, по поводу этого бонуса, честно говоря, я хочу проинформировать себя, потому что, возможно, это что-то новое, возможно, я никогда такого не слышала, но, как бы, для меня, да, это что-то новое. Затем, еще одна выплата, которая существовала, которая была, так скажем, очень популярна среди иностранцев, эмигрантов и так далее, особенно у кого очень много детей, которые, там, не знаю, возможно, живут в социальном жилье, это другой бонус, бонус ЗБ называется, его оформляют в основном через патронат, и для этого бонуса нужно ваше ИЗ. Если до, по-моему, 2020 года, могу ошибаться, ИЗ было довольно-таки низкое, чтобы пройти, чтобы получить этот бонус, то с этого года определили такой, как бы, лимит от 40 тысяч и выше, то есть без ограничений, и в этом случае, так как бы, попадают гораздо большая часть граждан. То есть, получается, если я не ошибаюсь, если ваш ИЗ, там, до 7 тысяч евро в год, то в течение 12 месяцев вы можете получать, по-моему, 190 что-то такое евро в месяц на протяжении 12 месяцев. Если здесь заставляет, я не помню прямо сейчас точную цифру, вы можете посмотреть это на сайте INPS, но чтобы просто отдать такую, да, идею. Если ваш ИЗ составляет от 7 тысяч евро, по-моему, до 45 тысяч евро, то получается 140 евро в месяц на протяжении 12 месяцев. И если у вас ИЗ больше, чем 40 тысяч евро, то, по-моему, там получается 80 евро в месяц. Это, на этот бонус нужно подать заявку в течение 90 дней с рождения малыша, да, то есть, ее, тут я записала, можно подать как через патронат, так и через сайт INPS. Еще один бонус, который существует, естественно, он выходит, так скажем, да, из самих законов итальянских, то есть, так как детей, так скажем, так как мама должна выходить на работу, да, либо когда ребенку 3 месяца, 5 месяцев, то есть до года, то в Италии существуют ясли, как частные ясли. Я не знаю, честно говоря, бывают ли государственные ясли, но вот в наших деревнях, вообще в округе, где-то радиусу 30 километров, мы не нашли никаких государственных яслей, только частные ясли. То есть, это может быть либо мини-ясли, которые там просто, да, как бы сделана организация в домах, естественно, там, я так думаю, с разными сертификатами, безопасностью и так далее, так и ясли, да, учрежденные, допустим, коммуной. Итак, вот, говоря об этих яслях, в основном в Италии это довольно-таки дорогое удовольствие оставлять маленького ребенка. Поэтому, я так думаю, был сделан такой бонус, бонус Азилу Нидо, который выплачивается на протяжении трех лет, с суммой 1000 евро в год, если ваш показатель, да, благосостояния, то есть вот этот вот Эйзэ, не доходит до 25 тысяч евро. И нам сказали, что нужно быть записано в Яслии 11 месяцев в году. Ну, то есть, как бы, в основном Яслии закрыты, да, в новогодний период и в период середины августа. Затем каждый регион имеет какие-то свои выплаты. Допустим, в 2020 году в регионе Фриулии действует, действовала такая поддержка, как единовременное такое пособие, единовременная выплата в 1200 евро от коммуны при рождении ребенка. Вот, допустим, да, мы можем спуститься немного, допустим, даже 50-30 километров от Фриулии в регионе Венету такого бонуса уже не было. Зато, допустим, в других регионах может быть какая-то скидка, например, на вывоз мусора, либо коммуной может быть организован специальный вывоз подгузников, так как подгузники довольно-таки тяжело можно реутилизировать, да, и в некоторых коммунах их собирают отдельно. И вообще, конечно, нужно узнать, да, каждый в своей коммуне, какие другие бонусы, либо какие другие, так скажем, пособия можно получить от региона и какие для этого реквизиты, то есть, да, какие для этого требования. Вот, я думаю, что я рассказала вам всю свою информацию, которая у меня есть по данной теме. Напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете, что вы думаете по поводу того, что, да, в Европе остаются в декрете до, так скажем, одного года сохранения рабочего места и дальше мамам нужно как-то самим, там, либо потом искать другую работу, либо оставлять детей с нянечком или в веслях и выходить на работу. Будет очень интересно узнать ваше мнение. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok